Марк, ну, в финале, скажу вам, что тут случайно совершенно листал опять Бжезинского, потому что сейчас такие времена, что не до каких-то фундаментальных чтений. Но вот наткнулось. Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России. Точно так. Великая шахматная доска. Да. Это в его... Ты согласен? Да, я думаю, да, потому что, вы знаете, там и был концепт у него о том, что, вот он как раз его держался, что нужно принять растущий Китай. Он еще и досметил, но заранее, задолго, когда еще не просматривались параметры этого роста Пекина, он говорил, что Россия пойдет жертвой отношений Москвы и Пекина, потому что им надо будет договориться, а разменом будет именно Москва. Ну, в связи с геополитическим... Более того, Бжезинский сказал, что Россия станет разоренным сателлитом Китая. Да, так оно и будет. Разоренным сателлитом. А мы это уже наблюдаем, понимаете? Там вассальные отношения, их даже уже скрывать невозможно. Мы просто это видим. Это на наших глазах происходит. Причем Москва не только этому не сопротивляет, она бежит вот так, раскрыв объятия, повизгивая, подпрыгивает. Ну, безусловно, это решает элита. Народ, он в онемении, потому что его-то легко оплодотворят. Людское море китайское, вы же понимаете, полуторамиллиардное, оно в себя абсорбирует все, вообще без остатка. Там русские женщины легко будут сходиться с китайцами, у них нет никаких ограничений, они едят свинину, пьют водку. Они же вообще безрелигиозны, потому что конфуцианство вообще, в нашем понимании, монотеистической религии не веряется, в надличное существо не верят, конфуцианцы верят в небо. Что такое небо? И так далее. То есть, это ложная предпосылка, что расовые препятствия будут мешать этому оплодотворению. Ничего подобного. И власть, которая, казалось бы, должна была быть призвана сохранять этот европейский стержень, потому что, ну как, русские должны быть европейцы. Они не являются им, но должны были бы быть ими. Они похожи на европейцев. Они верят, как европейцы, едят, как европейцы. Ценят многое из того, что ценят европейцы. За вычетом всего того налета, который возник, так сказать, благодаря историческим влияниям, которые хорошо нам известны. И возвращение в эталон, а не европейское, а азиатское, это судьба России, которой, видимо, она предопределена. В ней есть вот фатальность. Изменить это может как раз-таки проявление нечеловеческого масштаба усилия, на которое нынешняя нация, во главе с теми, кто его знает, абсолютно не способна. Принять вот это понимание, это единственный способ, к дальнейшему излечению. Только непонятно, кто излечится, потому что внутри самой России еще меньше остается этих людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok